Рост метр восемьдесят, возраст шестнадцать лет, вес тридцать килограмм. В таком состоянии поступил подросток в детскую областную больницу после так называемого духовного лечения со стороны своего отца. С 2010 года они не ели мясные и молочные продукты, ведь ограничение в еде и есть тот самый чудотворный метод изгнания дьявола. Как дополнение к основному лечению, отец проводил непонятные для обычных людей ритуалы. Батюшка Иона вычетки проводил вот такой бутылочкой, таким маслом. Когда я провожу просто по телу, делаю несколько движений, проступает гематома. Надо просто найти момент, когда есть забивка. Вот здесь, например, вчера я показывал нашему врачу, который лечит. На его глазах выход произошел. В больницу мальчика доставил сам отец, когда тот уже не смог пить даже воду. Врачи констатировали анорексию и в тяжелом состоянии забрали его в реанимацию. Мальчик поступал в тяжелом состоянии, с анорексией, с обезвоживанием, потерял большой процент массы тела. Вот. Поэтому были сложности, проблемы. Беснование – вот диагноз, который получил мальчик от собственного отца. Кроме того, по его словам, это он виноват в болезни своего ребенка, ведь был атеистом. Беснование. Нападение духов нечистых бесов. Нас окружает духовный мир. Это ангелы, это бес. Духи нечистые нападают на… А почему напали-то, собственно говоря? Потому что до 2010 года я не был воцерковленным человеком. Меня отец Иона познакомил с духовной жизнью. До этого я венчался со своей супругой. Но я не постился, я не ходил в храм, я не причащал своего ребенка. Он тогда стал верить Богу, приобщился к Богу. И стал верить. Он был тоже атеистом, он не признавал до того ничего. А когда стало такое с ребенком, он ради ребенка стал верить Богу. Как оказалось, курс духовного лечения мальчик проходит уже не один год. В детстве врачи обнаружили задержку речевого развития. По словам родственников, проблемы начались с двух лет. Его возили по клиникам, больницам, в том числе и столичным. Но когда родители поняли, что дело не сдвигается с мертвой точки, они решили обратиться к иному методу лечения. Мы возили его ко всем могофетам, а речи не могли вызвать. И он решил, подсказали кто-то, что надо божать каким-то путем. И вот он пошел в монастырь, там сказали, есть такой старенький, акин, мандрит, и он нам помогает. И он пошел. А тот священник ему сказал, пока, он же не знал, что это год будет длиться, тот священник Иона, он не знал. Он думал, наверное, это скоро пройдет, и сказал, исключить мясное, молочное яйцо. Вот это исключить. Только такая пища. Если это будет пища, он скоро выздоровеет. И все время этого ждут, ждут, ждут. Воспитанием единственного сына занимается исключительно отец. По словам родственников, мама болела дома и не имела никакого влияния ни на мужа, ни на ребенка. Она не в меня, не в депрессии. Она вот убила горло, пробила дырку. Впрочем, соседи этой семьи отзываются о них положительно. Пусть в последнее время они не были близки с друг другом, но жили-то в одном доме. Я вам скажу с положительной стороны, что это очень порядочная семья. И она учителем была, бабушка. Семья очень хорошая, очень положительные люди. Мы очень близко. У нас у меня дочка и сын, и у них две дочери. Они не просто одного, они одного возраста и дружили вместе. Сотрудники полиции отмечают, что все нужные экспертизы будут проведены уже в ближайшее время. Только после них можно будет сделать официальное заключение о психическом состоянии родителей. Это целый напрямок для проведения комплексных экспертиз судовых, психолого-психиатричных экспертиз. То есть это несколько следовательных действий, в которых будет доведен и психологический стан, и физический развитие, и причинный связок между действиями родителей и последствиями для детей. Под пристальным надзором теперь семья также и у службы по делам детей. Там специалисты настроены категорически. Они увидели в данной ситуации угрозу жизни юноши. То есть когда внешний вид и состояние здоровья, и вот все то, что мы увидели, и там необходимо вмешательство медиков, а отец считал, что это вопрос духовности, вызывают подозрения. Поэтому здесь однозначно мы будем рассматривать пока что категоричный вариант, связанный с отобранием ввиду угрозы жизни и здоровья. Дальше уже будем разбираться. На данный момент состояние мальчика стабилизировалось, но говорить о полном выздоровлении рано. Ему предстоит долгий путь реабилитации. Доктора уверены, пусть и медленно, но очень уверенно подросток борется с недугом. На данный момент состояние ребенка стабилизировалось. Проведена соответствующая терапия. Начали кормление, частичное парентеральное питание. Сегодня выглядит совсем по-другому. Потихоньку тактика лечения таких больных у нас в отделении отработана. Просто это займет какой-то определенный промежуток времени. Против родителей открыли дело за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, полицейские выясняют, как такая ситуация могла произойти в полной семье, которая раньше не попадала в поле зрения правоохранителей. Наразі розпочати досудове розслідування за статтєю 166 Кримінального кодексу України – це злісне невиконання обов'язків щодо опіки над вказаною дитиною. Максимальне покарання, на жаль, дуже м'яке та становить від 2 до 5 років позбавлення волі у разі, якщо є навіть тяжкі наслідки. Але з досвіду під час проведення досудового розслідування буде враховано інші обставини, зокрема, притягнення до відповідальності, надання характеристик та все інше. Та на практиці можу сказати, що, як правило, це кажуть умовний срок. А вот отец-подростка із этой ситуації сделал свои виводи. Не должны повторять бездуховные жизни. Они должны посещать православний храм, они должны исповедовать свои грехи и должны причащаться святых христовых тайн. Тело и крови Иисуса Христа должны причащаться. Репортер продолжит следить за развитием ситуации и за состоянием подростка.